МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любите свою работу, отдаете ей всего себя, тогда мы поймем друг друга. Здравствуйте! Вы смотрите программу об ответственном отношении к собственному здоровью. Мы будем рассказывать о заболеваниях, спровоцированных профессией и образом жизни. А вернее, об их профилактике. Чтобы любимая работа не оставляла отпечатка на теле, а доктора не разводили бы руками, говоря, это профессиональное. Смотри, как интересно. Человек давно не на коне, но продолжает коллекционировать лошадиные силы. Ты, кстати, сколько времени можешь провести за рулем автомобиля? Да хоть сколько. Ха! Дорожная романтика в теории. Спорим, уже через 5 часов езды ты будешь мечтать остановиться? Они крутят баранку и наматывают сотни тысяч километров. Выходят в рейс при любой погоде. И автомобиль для них не средство передвижения и уж точно не роскошь, а рабочая лошадка и второй дом. Сколько я помню, я был за рулем. Сперва за рулем мотоцикла. Ну, а за рулем машину, наверное, первый раз, ну, лет 10-12 сел. ГАЗ-51. Профессионально 7 апреля 1978 года работаю. Практически на всех, наверное, автомобилях, которые выпускались у нас в траке. Меня приличали всегда большие машины. На большой, может быть, не та скорость, но зато габариты покупают. И ты себя чувствуешь. Высоко сижу, далеко гляжу. Это как заходить между... Ну, хитрости, наверное, начинать с левой ноги, чтобы не заплылись ноги. Мне кажется, это, знаете, что это тест на алкоголь в крови, да. Итак, держимся здесь. Ой, опа, опа, опа. Чип, чип. О, как высоко. Водители, которые работают на межгороде, будем так говорить, это, ну, своеобразная каста. Каждый день за окном разная картина, разные места, разные встречи с людьми. Сегодня снег, завтра дождь, послезавтра сухо. Все это надо преодолеть. Вот это и есть наша романтика дальних путей. Работал в Якутии, работал на Дальнем Востоке, работал в Тюменской области, Омской области, это моя родина. Запад. И медведи попадались, волки, лисы, пеликанов, журавлей, цапли, лебеди. Природные ландшафты совершенно разные. Поэтому на Дальнем Востоке можно встретить, допустим, из Живря, да? А где-нибудь в степях, в казахстанских, можно встретить Сайгака. Столько впечатлений, сколько я получил за эти, мы будем говорить, 40 лет, да? Ну, вряд ли бы я их получил, сидя в офисе или работая в каком-нибудь цеху. Мне кажется, в моей машине такой, такого размера багажник, да, как у вас в бардачоках. Это капот. Как это, необычно, что? Все по-другому. Все нашли, заливаем. Когда я был еще совсем молодым водителем, тоже ругал дороги. Старый водитель мне сказал, радуйся, когда под топой твердо, не скользко. Когда очень трудная дорога, надо преодолеть какой-то участок там, весне. Ну, давай, милашка, вытягивай. С машиной разговаривать приходится. Работал на одной машине. Вот, верите, нет, что бы с ней только не делали. Там и отмаливали, и там шаманы вокруг нее бегали. Но вот лично в меня на той машине шесть раз влезались. При этом в этих авариях, ну, как бы не виноват. Ну, вот такая была машина, как заговоренная. Так можно и руки накачать. Так, помогать? Нет, пока. Она поехала, боже мой, мне страшно. Ох, значит, сейчас бы сразу в банк поехал за кредитом. Слушайте, я так по-другому себе представляла. Я думаю, что отпустятся, и там мы будем вот там видеть все. Как будто бы это капот открыли. По тахографу я должен проехать 4 часа 30 минут. На это до перерыва, до большого, до обеда. Ну, а под это все рассчитывается сейчас уже службами, там, диспетчерскими, логистическими, службами доставок, пробеги автомобилей. Поэтому у меня нет такого выбора, как раньше. Допустим, я проехал, сегодня погода плохая, я проеду там 3 часа, допустим, а на завтра я проеду 12 часов. И заболевать глаза, встречный фаркт, и сердце вздробно, и спина заноет. Ну, колеса, они нелегкие. Приходится одному делать часто, невзирая на погоду, там, извините, под машину, с головой поясницы залазить. Ну, на поясницу тоже, конечно, идет нагрузка. Профессиональные заболевания водителей, мне еще говорили, когда только начинал работать. Даже находясь за рулем, как бы, ну, какие-то упражнения делаю. В зависимости, конечно, тоже от дождуемой ситуации, какая в данный момент, что-то там, плечами, руками, ногами, что можно сделать за рулем, приходится делать. Запекает спина. Остеохондроз – это радикулопатия, радикулопатия поясничного отдела с дальнейшим обострением. И остеохондроз шейного отдела позвоночника, который может приводить к таким последствиям, как онемение в руках, онемение в плечах. Очень неприятные ощущения, особенно, когда твоя профессия – это держать баранку, держать руль. Проблема в статике, в том, что они находятся в вынужденном положении достаточно долгое время. Мышцы ягодиц, как правило, атрофируются и включаются мышцы спины. Мышцы спины перенапряжены, поэтому поясница испытывает колоссальные нагрузки. Визуальный контроль дает достаточно большую нагрузку еще и на шейный отдел. Держать напряжение голову, держать напряжение зрительный орган. Не зря говорят, во всем нужна мера. Одна лошадиная сила – это хорошо, та же ипотерапия. А сотни лошадиных сил под капотом – и ты, по сути, обездвижен. Проводишь весь день за рулем и рискуешь своим здоровьем. Боишься в аварию попасть? Нет, боюсь, что тело разучится двигаться. Если малоподвижным образом жизни мы вредим здоровью, то поправлять его следует движениями, правильными, каких много в арсенале опытных реабилитологов. Мы в центре реабилитации. Игорь Михайлович, заведующий центром. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Здравствуйте. Наш герой – водитель. Водитель – дальнобойщик со стажем 40 лет. Большую часть времени водитель проводит сидя. Очень часто хочется сделать физические упражнения. Пройти вокруг машины во время остановки, попинать колеса можем. Я сейчас покажу самые простые, элементарные вещи, которые можно сделать либо дома, либо в той же самой машине. Наиболее удобные позы для разгрузки поясничного отдела позвоночника. Под голову надо подкладывать обязательно что-то в виде подушечки, выбирая максимально комфортное состояние. Ножки должны располагаться под 90 градусов. В этом положении лучше полежать минут 15-20, а еще лучше 30-40, для того, чтобы произошло максимальное расслабление и у нас поясница упала вниз. Ноги забрасываешь там либо на спинку кресла, куда-то там мастыришь. И действительно удобно. Учитывая явление застоя в малом тазу, мы немножко модифицировать можем это положение. Видите, тоже из подручных средств это любое одеяло, подложенное под таз. Таким образом, чтобы смещение органов произошло чуть вверх. Если как бы вы сделаете большое одеяло по диаметру, вам будет просто неудобно дышать. Все должно быть в зоне максимального комфорта. Понадобятся либо это книжки, либо что-то подобное книжка. Делается это следующим образом. Подкладывается немножко. Подкладывается под плечи и под голову. В таком положении человеку должно быть удобно. Шея переразгибается, книжки маловато. Значит, в данном случае надо еще добавить толщину. На вдохе мы подбородком касаемся груди, не отрывая головы. Делаем вдох и вот таким образом. Делаем выдох и просто отпускаем голову. Попробуем. Мы вытягиваем шейный отдел, убираем напряжение шейного отдела. И работая с шейным отделом, мы в принципе вытягиваем весь позвоночник, потому что это одна ось. Сводим лопатки вместе, разводим ручки, создаем сопротивление голове руками и делаем выдох. Сложились. У вас проблема в том, что сидите за рулем вот так. Поэтому проблема в лопатках. То есть, чтобы у вас грудной отдел тоже расширился. Распрямляешься сильнее, и уже задействуем вот мышцы своей в брови и лопаток. Сейчас мы еще покажем одно прикладное упражнение, которое можно использовать прямо сидя за рулем. Степы мы используем в качестве того, что это водительское кресло. Смотрим на меня. Все очень просто на самом деле. Напрягаем одну половинку. И вторую половинку. Вы можете ехать за рулем и делать это движение очень легко и просто. Здесь работают ягодичные мышцы, те мышцы, которые держат вашу спину. И мы не даем им расслабляться и приходить вне годности. Еще одно упражнение, которое можно использовать при любой стоянке. Достаточно неплохо. Разгружает тоже позвоночник. Начинаем сгибать со стороны шеи вниз в голову медленно. Согнули шею и также идем в грудном отделе. Сгибаем потихонечку. Дошли до какого-то своего функционала. Дальше сгиба не происходит. Поднимаемся с того позвонка, на котором остановились. Большое спасибо, Игорь Михайлович. Ваши упражнения достаточно, я считаю, эффективные. Надеюсь, что поможет не только мне, но и всем водителям. Делать нужно желательно каждый день по той простой причине, что водитель постоянно за рулем, он постоянно в работе. Эти упражнения помогут облегчить ему то состояние, которое он приобретает в вынужденном положении, находясь постоянно за баранкой. Движение – это жизнь, а жизнь – это движение. Ученые умы пришли к этому еще до нашей эры. Но и в век стремительного прогресса не останавливайтесь на пути к движению. Ты едешь на машине? Нет, лучше уж я на своих двоих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова